Все вы знаете, какие события начались в ноябре 2013 года в Украине. Общество раскололось, точнее его раскололи на две части. Одна часть хотела в Евросоюз, вторая часть ориентировалась на традиционный союз России с последующим вхождением в таможенный союз. Сторонники Евросоюза организовали Евромайдан, послуживший стартовой площадкой для революционистности, затем переросший в братоубийственную войну, где брат убивает брат. На радость упырям, до этого ограбившим до нитки страну. И сейчас бьется братская кровь, и она не останавливается эта война. С краткими передышками мы слышим про эти перемирия, то, что там происходит. Когда в Москве пришло новое правительство в результате государственного переворота, сразу же средства массовой информации начали яркую русофобскую политику, ярко-нацистскую. Над селеграном не вылазили физиономии Яроша, Офарелом, Леско, Тяньбоком и подобных товарищей калибром поменьше. Цель этого была вызвать немало возмущения на территории Юго-Востока Украины. Эта цель была достигнута. На Юго-Восток Украины создали нашествие нацистских полчих. Народ нас будоражен. В это же время, в начале марта, Путин в интервью тележурналистам сказал следующее слово. Тех, кто отдаст команду стрелять в этих людей, в мирное население, пусть всегда помнит, что за их спиной будем стоять мы. Мы это имел в виду Российская Федерация, государство Курское и армия Российской Федерации. Люди поверили. 11 марта Крым вошел в состав России. После этого в мае месяце проводится референдум на территории Луганской и Донецкой области. Люди рассчитывали, идя на этот референдум, что с ними поступят точно так же, как поступили с Крымом, что все пройдет по крымскому сценарию. Но этого не случилось. Такой явки, как были на этот, такой на этот референдум, никогда не было ни на эти выборы. Люди под кое в двери шли. В мае началась война. В залповые установки обстреливали мирные города. Гибли женщины, старики, дети. Погибли десятки тысяч людей и были искалечены. Но российская армия так и не вошла. Хотя ее ждали, постоянно разрушались случаи, что российская армия стоит на границе. Вот-вот войдет. Люди верили бы. Война продолжала с более вода. С потерями, с жестокими потерями, с разрушениями. Наступили, настал живет переговоры. Вопросы, миссия переговора 1, миссия переговора 2. В результате боевые действия активные практически приостановлены. Но в тюрьмах сидят люди за политические убеждения. В Украине и также в тюрьмах НР, ДНР находятся военно-пленные. Хотя на Минских переговорах был разовор об обмене всех на всех. Этого не произошло. Но на Минских переговорах еще был один момент, о котором не сильно часто упоминают средства массовой информации. Это переход Евчауни, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, обратно в состав Украины, на правах областей с особыми правами. Тут возникает сразу вопрос, за что погибли люди? За что нарушена жизнь миллионов людей Донбасса? И вообще всей Украины? Какой смысл был этой пролитой крови? Или опять эта очередная многокотовочка, как нас утешают пропагандоны с экранов телевизоров? Сейчас в Новороссии настроение, конечно, не самое радужное, то, что там происходит. Но Новороссия громко сказал, так скажем, в Луганске, в Донецке. Новороссия как проект не осуществился, и пропагандоны нам тоже об этом радостно сообщили еще около года назад. Хотя русский народ верил, что это будет как зател для будущего возрождения русского государства. Так что, насчет того, что там у нас происходит, средствам массовой информации доверять не стоит вообще. В скором времени участки, которые контролируются по договоренностям, народным ополчением станут пограничники Украины. Это будет сигнал для зачистки людей, которые находятся в ЛНР, ДНР, именно самая активная часть. Опять нам будет рассказывать про мнахотовочки. Плотницкий сказал, что мы этого не боимся. Нам это не страшно, что украинские пограничники туда станут. Не страшно это и Владимиру Владимировичу Путину. Еще раз поздравляю вас с праздником. И хотелось бы пожелать, конечно, чтобы русский народ пожелал с нами русским. И чтобы мы с ямами говорили то, что мы русские и с нами Бог. И чтобы это действительно было так. Сейчас тупыри радуются, что ему заложит твой, а нету, правда, убийственную войну. Они радуются тому, что народ послушен, слепо послушен за бояльщику. Но не забывают, что за всем стоит Бог. Все тупа может. Как только со стороны русского народа будет покаяние. Покаяние о предательстве имени своего, о предательстве собственных интересов, о выдаче божьего помазанника, русского царя Николая II, в руки международных преступников. Как только русский народ покаяется за уничтожение своей культуры, традиций, тогда Бог действительно будет с нами. И тогда мы смело можем заявлять по всему миру. Мы русские, с нами Бог!